всем добрый день рада очень вас видеть спасибо что пришли в этот морозный день и сегодня я расскажу вам о русалках а русалках в искусстве о том как в целом сформировался образ русалки и как он путешествовал у нас в разные периоды начиная от античности ну и заканчивая современностью мы посмотрим не только как менялся облик русалки как он складывался но мы посмотрим про то как менялся ее образ как менялось восприятие людей относительно этих волшебных существ и тут сразу важно оговориться и сказать такую вещь что мы будем все-таки говорить о русалках западноевропейских хотя русалки существуют по всему миру они есть абсолютно во всех мифологиях у всех народов есть вот эти вот существа которые обитают воде у которых место ног плавники ну или какие-то другие вариации но мы с вами сосредоточимся на тех которые ближе нам мы посмотрим с вами русалок западноевропейских и восточноевропейских тоже потому что они очень сильно отличаются на самом деле и очень и очень разные и тут нам сразу с вами надо определиться с терминологии чуть-чуть потому что русалка на самом деле да для нас это кто это существо которое наполовину женщина наполовину она рыба да с рыбим хвостом но в славянской мифологии это было совершенно не так да и русалки которые есть славянской мифологии и то кого мы сейчас называем русалками это совершенно разные существа они не похожи вообще друг на друга их объединяет только то что они как-то близки к воде все в целом больше у них ничего общего нет но тем не менее мы попробуем понять как так получилось что вот эти вот существа стали русалками как они так стали называться и попробуем погрузиться в историю их происхождения и тут нам важно да не только об искусстве поговорить но еще о мифологии ну и начнем мы вот с такой вот вещи этот статус книги чудовищ книга чудовищ это один из самых ранних бестиариев он был написан анонимным автором начале восьмого века что такое бестиарии до бестиарии это в общем то такие вот зоологические средневековые сборники там рассказывалось о животных о том где они обитают какие у них повадки и как они выглядят но поскольку эта история средневековая дата там наряду с животными настоящими существуют животные фантастические фантастических животных средневековые люди узнавали конечно из античных источников и при всем при этом они еще давали им какую-то моральную оценку потому что в средние века ничего не бывает просто так все что-то символизирует все что-то объясняет и поэтому помимо того что там объяснялось что это за животное как оно выглядит там рассказывалось его скажем так моральная сторона и чему она нас может научить или то чего мы должны остерегаться и вот книге чудовищ написано что сирены это морские девы которые водят в обман мореплаватели прекраснейшим обликом и прелестным пением от головы до пупка они подобны девам однако имеют покрытый чешуей рыбий хвост который всегда скрыт воде и тут мы сразу сталкиваемся вот с какой проблемой мы же говорим о русалках но начинаем с сирен потому что нам надо сначала с вами познакомиться со всеми античными морскими существами которые стали прообразами русалок которые в дальнейшем очень и очень повлияли и на их внешний вид и народ их занятий их деятельности и начнем мы сирен сирены это такие вот загадочные существа которые у нас впервые встречаются в одиссеи гомера да это в общем-то очень известный эпизод когда одиссей заткнул себе уши воском сказал привязать себя к мачте да и таким образом их корабль благополучно миновал вот этот вот остров сирен что же пишет о них гомер прежде всего ты сирен повстречаешь которые пением всех обольщают людей какой бы не встретился с ними кто по незнанию приблизившись к ним и голос услышит тот не вернется домой никогда ни супруга ни дети не побегут никогда ему с радостным криком навстречу звонкую песню своею его очаруют сирены сидя на мягком лугу вокруг же огромные тлеют груды костей человечих обтянутых сморщенной кожей и здесь что интересно у гомера мы не находим описание сирен мы не знаем как они выглядят он об этом нам не рассказывает однако в уже античном искусстве сирены у нас изображаются как такие вот существа полу люди полу птицы это как правило верхняя часть у них женская да иногда женская только голова торс остальное тело она птичья и вот например на этих двух вещах да это две красный фигурный краснофигурные вазы мы можем видеть одну просто с изображением сирены а другая изображает как раз историю одиссея и сирен да вот он одиссей привязанный к мачте и сирена которая спускается сверху да и поет обольщает его своим пением и это вообще очень интересно потому что почему они вообще становятся вот такими вот крылатыми существами гомер ничего об этом вообще не говорит мы знаем даже то что они не обитают в воде они сидят на каком-то острове и поют у гомера было много скажем так последователи очень многие авторы мифографов да то есть такие сборники мифов они в общем-то дополняли что-то уже известное и достаточно рано они начинают объяснять происхождение этих сирен тем что они были дочери дочерьми одной из мус и то что они не спасли персифону когда ее похищал аид и за это они были превращены в крылатых дев это было их такое вот наказание их число тоже разнилось у гомера скорее всего их две иногда их было три иногда их было четыре их число в общем то все время увеличивалось и здесь нам тоже важно сказать что особенность тоже этих сирен в том что их судьба была предрешена как судьба всех мифологических героев они должны были умереть после того как кто-то сможет проплыть мимо них и выжить и это конечно был одиссей и по идее после того как а детей там проплыл мимо будьте здоровы они в общем-то все умерли их останки прибило к разным берегам италии к неаполю и в честь одной там были обнаружены останки одной сирены в неаполе другой где-то на сицилии так далее да и в античном мире мы их видим вот такими то есть мы не встречаем сирен с рыбьими хвостами ну хорошо ладно зафиксируем этот момент идем дальше какие у нас есть существа с рыбьими хвостами все-таки откуда же был этот образ да и следующий персонаж это сцилла сцилла это еще одно хтоническое и очень страшное существо описание которого мы тоже встречаем у гомера и она совершенно чудовищно страшно рычащая сцилла в пещере скалы обитает как у щенка молодого звучит ее голос сама же злобное чудище нет никого кто бы ее увидавший радость почувствовал сердце хоть если бы бог с ней столкнулся ног двенадцатью сцилла и все они тонкие жидки длинных шесть извивается шеи на плечах а на шеях по голове ужасающий в пасти у каждой в три ряда полные черную смертью обильные частые зубы логове полом она сидит половину тела шесть жигалов и даются наружу над страшной бездной шарят по гладкой скале и рыбу под нею хватают тут дельфины морские собаки хватают и больше чудищ каких в изобилии пасет у себя амфитрита из мореходцев никто похвалиться не мог бы что мимо он с кораблем невредимо проехал хватает по мужу каждая на головой и в пещеру к себе увлекает судя по описанию гомера это очень страшное и мало неудобно изобразимое существо да с пёсими головами с каким-то огромным количеством хвостов просто страшнейшее чудовище но древние греки в какой-то момент стали ее изображать видео такой вот полудевы у которой живот состоит из собачьих вот таких вот торсов и дальше все это благополучно переходит в рыбий хвост и такое изображение за ссылой закрепилась у нас в древнегреческом искусстве но надо сказать что мы ее встречаем тоже не очень часто она не частый персонаж но часто она встречается в других местах и встречается она на этрусских урнах и это очень интересно что сцилла у нас попадает на надгробе и таким образом мы можем понять что она для древних была проводником в иной мир она по вергилию чуть ли не сторожила вход в аид то есть там вообще тоже собралось достаточно большое количество всяких персонажей которых человек встречал когда попадал в царство мертвых в том же преддверии аида толпой тесняться чень тени чудовищ сцилы двувидные тут и кентавров стада обитают тут бриарей старуки живет и дракон из лирнийской топе шипит и химера огнем врагов устрашает гарпий стаи вокруг великанов 3 3 тел их летают да и соответственно уже у этрусков она стала связываться с загробным хтоническим миром да миром страшным но при этом исследователи считают что у нее могло быть двоякое значение то есть с одной стороны она могла быть стражем вот этого мира опасного да и в которой ну в общем то мы все не особо стремимся да не очень туда спешим либо же она могла восприниматься как проводник в эту страну мертвых да опять же это тесно ее связь с водой потому что как правило души мертвых да они попадали опять же по воде в это загробное царство и нам это тоже важно запомнить потому что в дальнейшем мы вот эти вот отголоски связи сциллы с погребальным культом будем находить в европейском искусстве и вот такие еще примеры это замечательный такой вот сосуд с изображением сциллы да здесь она просто является каким декоративным элементом и вот она тут на ручке у нас находится да мы видим вот этих вот песиков которые торчат у нее и живота и в общем она достаточно опознаваемая далее в книге чудовищ уже нам знакомый в восьмом веке сциллу описывают уже иначе сцилла это на и враждебнейшим мореплавателям чудовище которая как говорят обитает в проливе что течет между италии и сицилий у нее женская голова и грудь как у сирены но живот как у волчицы и дельфини хвост но разъединяет природы сирены сциллы то что первые завлекают моряков смертоносным пением а вторая же силой вооруженная морскими псами как говорят разрушает корабли и вот мы видим что уже в восьмом веке они начинают сближаться нам говорит автор этого трактата о том что они внешне в целом похожи и отличий у них мало и занимаются они примерно одним и тем же промыслом они уничтожают моряков но разным способом до сирены это делают издалека они никак не дотрагиваются до моряков не утягивают их воду они просто их усыпляют своим пением да и после этого пения они уже никогда не просыпаются а вот сила на их прям силой втаскивает в эту воду и в общем-то применяет насилие так очень конкретно и это очень нам интересно да то что уже в восьмом веке эти существа сближаются а у средних веков вообще в целом есть специфика то что какие-то вещи которые для них не очень хорошо знакомы и не очень понятны они начинают сращивать и очень часто разные существа до которые в античности были разными для средних веков становятся какими-то одинаковыми да и это сращение будет у нас дальше происходить но прежде чем мы об этом поговорим вспомним еще одно морское существо которое на самом деле на самом деле ближе всех к русалкам к тем русалкам которым мы привыкли это тритон да тритоны это тритон изначально это сын нептуна один из его детей и он как правило всегда сопровождает нептуна и свою матушку амфитрит тритоны изображались с дельфиними хвостами и как правило у них всегда есть вот такой вот рожок в который они дудят и в общем-то они являются такой вот частью парадной кавалькады нептуна и тритонов мы встречаем достаточно рано уже в черной фигурной вазописи то есть в архаический период например битвы геракла с тритоном и тут мы видим да как геракл сражается с вот этим вот существом вот у него огромный такой вот дельфини хвост или же вот такой интересный рельеф тоже битва геракла с тритоном да и вот тритон здесь изображен как такой мужчина даже наполовину одетый но тоже с вот этим вот рыбьим хвостом и тритоны встречаются нам чаще всего да вот как раз уже древнеримский памятник это алтарь гнея домиция агенобарба и тут мы видим сцену триумфа нептуна и амфитриты свадьбы и вот их сопровождает тритон но обратите внимание у тритона здесь уже два хвоста и это тоже нам будет часто встречаться то есть нас будут разновидности тритонов с двумя хвостами с одним хвостом а еще бывают тритоны у которых есть рыбий хвост а впереди еще будут копыта коней то есть это такая вот смесь человека и гиппокампа морского коня тут было большое количество вариаций но нам важно зафиксировать да то что тритонов очень и очень много в античном искусстве и если например средневековые люди вряд ли могли видеть древнегреческие вазы они вообще очень плохо на самом деле знали древнегреческое наследие то вот с римскими памятниками они вполне могли встречаться потому что сохранилось большое количество монет сохранилось большое количество гем как раз нептуна очень часто изображались на монетах да и они могли это все видеть и как-то этим образом вдохновиться вот еще такая интересный древнеримский рельеф первой половины второго века где тритон изображен вместе с нереидой и нереида плывет у него значит на спине а этот сюжет он также был очень популярен и часто мы его встречаем на камеях и на гемах и очень часто они не так хорошо проработаны да как например скульптурный рельеф и там скорее всего средневековых людей произошла вот какая ошибка да как бы как то они не разглядели точно и у них есть у них было ощущение что она сидит она не сидит на тритоне а то что это ее хвост да вот этой вот нереиды и тут у нас тогда уже получается что этот тритон и тритонида да хотя опять же в европейском искусстве 17 века да и ранее тритоны в общем-то изображаются традиционно как их изображали в античности то есть опять же мы с вами понимаем что у них был какой-то образец на который они ориентировались вот тоже например замечательная такая вещь по оригиналу рубинса сирены и тритон или нереида и тритон это очень популярный сюжет да когда у нас тритон похищает нереиду и в целом они часто в искусстве изображаются как такие вот влюбленные парочки да тритоны похищают нереид резвятся с ними в воде и прекрасно проводят время и тритонов мы часто встречаем в качестве украшения уже в 17 веке они как правило украшали вот такие вот прекрасные кубки наутилуса потому что понятно что наутилус он сделан из морской раковины да и надо добавить какие-то элементы связанные с морской тематикой и тритон тут подходит лучше всех вот мы можем видеть тритонов с двумя хвостами да с тритонов с одним хвостом очень большое разнообразие этих самых существ и тоже интересный пример когда мы встречаем не только тритона но и тритониду да на вот этой вот самой вазе но здесь они выполняют функцию таких вот декоративных деталей да и в целом это очень редкий случай когда у нас это существо изображено в таком вот женском облике но тоже мы не можем с точностью сказать могли они видеть такого рода вазы не могли да но уж тритонов точно видели ну и дальше возвращаемся к средним векам и продолжим следить за метаморфозами уже у филиппа танцкого в бестиарии 12 века сирена описывается вот каким образом сирена живет море ее натура такова что в шторм поет в хорошую погоду плачет ведь женщина имеет вниз до пояса на ноги сокола и рыбий хвост для развлечения она чистым голосом и громким поет тогда же корм чей что море бороздит просудно забывает и тут же засыпает очень интересно потому что в бестиарии 12 века у нее есть и хвост и крылья то есть вот мы видим вот эти вот странные метаморфозы потому что происходит сближение со сциллой но с другой стороны у нас по-прежнему есть античные источники которые говорят что это были крылатые все-таки существа да и здесь филипп танцкий у нас совмещает их при этом появляются вот такие вот изображения в бестиариях как в бестиарии моргана три разные девицы одна тоже с рыбой замечательно вот так вот стоит мне очень нравится хотя обычно они изображаются музыкальными инструментами потому что они аккомпанемент ну под аккомпанемент усыпляли этих несчастных моряков и вот у них крылья потому что они должны летать да и как-то подплывать к этим кораблям видимо подлетать к этим кораблям до чтобы уж наверняка усыпить этих несчастных моряков ну и вот такие хвосты плюс еще и ножки то есть это существа многофункциональные они могут и летать и плавать в общем замечательные гибриды но на самом деле на протяжении 12 века у нас встречаются такие изображения но постепенно их начинают вымещать изображение сирен виде вот уже знакомых нам существ с рыбьим хвостом да или с дельфинем хвостом и это очень интересно потому что вот в этой вот в этом бестиарии мы с вами смотрите что видим вот у нас это сирена которая почему-то будучи рыбой летит над кораблем и очевидно что здесь происходит вот этот вот видоизменения у нас по-прежнему существует текст где они крылатые они летают над кораблями но в изобразительной традиции уже к 13 веку устанавливается вот такое изображение сирен и художник до скорее всего пользовался каким-то более ранним образцом с крылатыми сиренами крылья он убрал но она почему-то порхает над кораблем и далее мы будем их встречать в основном в таком облике хотя опять же будут нам они иногда попадаться вот такими вот странноватыми до гибридами тут 2 с рыбками есть еще мужчина сирен видите с бородой в центре тоже интересно что у них еще будет появляться разный пол ну потому что как бы на каждой твари по паре в конце-то концов да и у сирен должны быть и мужчины в том числе и средние века да как бы решают что ладно сирены они выглядят вот так наполовину женщина половину рыба но опять же в античной мифологии им не придается никакого окраса да то есть мы понимаем что это какие-то страшные их тонические существа но в целом античные мифы населяет большое количество таких вот странноватых существ да и им авторы не дают никакой оценки не положительные не отрицательные они просто есть у них есть вот такая вот функция да и задача героя либо как-то преодолеть это испытание либо погибнуть но средние века конечно таким образом не мыслят и уже в бестиаре у гуга сэн викторского в его работе о зверях и птицах четырех книгах вот что говорится о вот этих вот самых сиренах сказано у исаи о вавилоне сирены будут обитать домах у веселения его сирена это морские животные своим упокоением смерть несущие сверху и до пупка у них вид как у женщины нижняя же часть до ног как у рыбы они поют удивительно сладкозвучные песни и по причине их приятного голоса они издалека услышанные мореплавателями возбуждают их и к себе зовут своей необыкновенной стройностью пения привлекают их слух пленяют разум и в сон погружают их тогда лишь как увидят они что моряки погружены в глубокий сон устремляются к ним и терзают их плоть и так несведущих неразумных людей обманывают и убивают так и те кто удовольствиями нашего времени процессиями и развлечениями представлений прельщается распущенные трагедиями и комедиями как будто глубоким сном усыплены и становится добычей врага сирен как говорят было трое частью девы а частью рыбы одна из них пела вторая играла на флейте а третье на лире они завлекали к себе своим пением моряков этим устраивали кораблекрушения у них также была чешуя и жили они волнах так как волны породили венеру и тут уже у гуга сен викторского мы видим какое огромное количество смыслов он вкладывает во первых мы видим что здесь уже сирена срослась со сцилой потому что она не просто усыпляет моряков а потом они засыпают да не могут управлять кораблем он разбивается они подплывают дальше к этому кораблю и утаскивают этих несчастных моряков море и там значит их разрывают на кусочки то есть в общем то применяют не некоторые насильственные неприятные действия как это дело сцилла а далее он начинает объяснять что они персонифицируют собой порог они персонифицируют собой соблазны мира да потому что вот это вот сладкоголосое пение это вот это вот пение мирских соблазнов которые увлекают человека отвлекает его от бога и конечно же в итоге он становится глух и слеп да к тому что пишется там евангелие да что проповедуют священники и таким образом он погибает для царствия небесного да и в общем то ничего хорошего с ним не происходит то есть они в средние века становятся воплощением порока более того другие авторы любили объяснять происхождение вот этих вот русалок более приземленно уже исидор севильский писал о том что русалки дает вот такие вот существа которые на половину женщины половину рыбы они опасны для моряков а дальше он говорит но вообще-то это были проститутки и они просто завлекали моряков моряки на них тратили деньги сходили с ума и значит тем самым губили свою душу из моих себя то есть уже достаточно рано мы понимаем что у русалок существует очень определенная порочная функция они развратницы и они связаны с плотским грехом они связаны с грехом прелюбодеяния да и сластолюбия и соответственно так их будут трактовать уже абсолютно все бестиарии изображаются они по-разному вот здесь у нас например четыре да такие вот замечательные сирены одна из них играет на лире да другая на флейте у другой просто два плавника она красивая с двумя плавниками а еще одна увлекает вот эту вот несчастного моряка в морскую пучину уснувшего да вот такие вот тоже изображения и как мы видим тут у нас сирены тоже видите тащат на дно морской этого несчастного уснувшего моряка и утаскивают его вот этот вот греховный мир и дальше это все будет развиваться потому что сирены у нас встречаются не только в книжных миниатюрах не только в бестиариях да то есть с одной стороны и место там потому что они фантастические существа хорошо они существуют нас в иллюстрациях вот этих вот рукописей но также в романском искусстве они начинают нас появляться на капителях и они уже в контексте храмовой архитектуры персонифицируют собой порог да они вот эти вот страшные существа которые вводят человека в заблуждение и на романских капителях они всегда изображаются двухвостами при этом обратите внимание да они держат руками вот эти вот два своих плавника и скажем так открываются навстречу зрителю похожим образом в том же романском искусстве изображали порог похоти да и в общем то он здесь изображается недвусмысленно потому что это как правило женщина с раздвинутыми ногами и здесь к ее груди еще присосались несчастные змеи да потому что ее сформировал другое божество античное это богиня земли да но богиня земли такая хорошая дама она в средневековье стала похоть сюда и соответственно мы видим что эти изображения очень похожи да они близки друг другу и отсюда мы можем сделать выводы что и те и другие у нас должны были указывать на один и тот же порог да также это нам подтверждает вот это вот замечательная вещь это богоматерь с младенцем 14 века которая попирает сирену и это тоже традиционное средневековое изображение да когда у нас какой-нибудь святой или богоматерь или христос попирает какой-нибудь порог да или попирает какого-нибудь гонителя своего и здесь вот у нее под ногой мы отчетливо видим вот эту вот самую сирену с русалочьем хвостом да и понимаем что для средних веков значению ее было вполне себе определенное но помимо того что она могла персонифицировать собой порог похоти она также могла персонифицировать собой порог тщеславия каким образом нас встречаются еще вот такие вот изображения русалок как на рельефе руанского собора где она изображена с гребешком и зеркальцем да и вот такой вот тип изображения женщины которая причесывает свою голову гребнем и смотрится в зеркало ассоциировался как раз с тщеславием с тщеславной женщиной которая себя хочет приукрасить да и отсюда у нас дальше будет следовать конечно и похоть потому что ну для кого она себя приукрашает и что за этим всем следует да когда значит мужчина соблазнен ее прелестями да как-то поддается неблагочестивым интенциям назовем это так и вот например в изображениях семи смертных грехов да мы можем видеть вот эту вот фигуру с гребешком и зеркалом в руках и это у нас порог тщеславия но зеркальце и гребешок были атрибутами еще одного существа это богиня венера да богиня венера у нас традиционно изображается зеркалом она всегда в него смотрится и конечно же средние века тоже богиню венеру в общем-то не очень любили и придавали это же глубоко отрицательное значение она у нас персонифицировала собой конечно же тоже похоть и половую невоздержанность и вот пожалуйста вот такие вот варианты да это тоже у нас тщеславия и тут вообще на этом вот листе у нас представлены разные пороки это жена ненавистничество это собственно у нас похоть вот юноша с баршни под звездным небом значит романтично гуляют собственно тщеславия а здесь у нас появляется обман и обратите внимание на обман тут рядом с этой женщиной изображены детишки которые играют на музыкальных инструментах а ноги этих детишек это их ноги виде русалок виде вот этих вот самых сирен да и мы понимаем что тут как бы очень сильная вот такой вот отрицательный заряд для средних веков несет это существо и таковым она воспринималась то есть это существо опасное существо которое может погубить человеческую душу да и указывающие на разные соблазны но вот здесь я тоже вам решила показать несколько вариантов порока тщеславия да вот здесь и здесь такая вот тщеславная барышня она просто у нас причёсывается перед зеркальцем здесь ее дразнит дьявол в отражении она видит тоже у нас филейную часть этого самого дьявола и как раз джордана джордана писанский был такой проповедник говорил о женщинах которые себя приукрашают вот таким вот образом ибо ты губишь других женщин потому что ты разжигаешь души других изысканной одеждой она поступает хуже чем если бы она поджигала дома ибо изысканные наслаждения делают мужчину и женщину ленивыми и унылыми так что они не посещают ни святые места не божественные службы да откроет глаза женщины носящие излишне украшения и подумают сколько смертных грехов они уже совершили из-за них да то есть в общем то вот русалка это все в себя вмещает и понятно что на соборах да и в миниатюрах бестиариев у нее значение достаточно определенная при этом мы ее встречаем уже в готический период очень часто на страницах часа словах часа слова это такой вот очень этот вид молитвенной книги которые люди пользовались частном порядке да они читали сами у себя дома или во время мессы последование разнообразных молитв и очень часто эти часа слова украшаются вот такими вот фигурками на полях это так называемые дроллери это шутливые изображения разных монстров какие-то смешные картинки непристойные картинки которые кажется ну им не место до в книге с содержанием в общем-то религиозным но на самом деле нам важно отметить что они вынесены на поля они находятся на периферии до этого текста и они его не сопровождают они служат на самом деле в том числе не только занимательными картинками которые развлекают читателя но они также могли служить своеобразными закладками да потому что часа слов это такая книга что вы ее читаете не по порядку а в зависимости от часа молитвенного вы должны по ней перемещаться и от одной молитвы переходить другой от одной части книги к другой и вот такие вот картинки могли служить очень хорошими закладками потому что вы запоминаете что вот это вот нелепое существо у нас иллюстрирует там не знаю 50 псалом и вы его достаточно быстро находите поэтому вот здесь вот на периферии да они выглядят такими несколько комичными безобидными и просто являются декорацией и таким образом мы видим что у них может быть просто такая вот декоративная функция и в эпоху ренессанса в основном так уже и будет и вот еще такие вещи они нам встречаются в отдельных сюжетах например в сюжете но его ковчега да вот но и совсем семейством со зверями плывет на этом замечательном ковчеге и снизу тут русалки которые ясное дело выжили во время потопа потому что они для средневекового человека по-прежнему существуют да они где-то здесь рядом но потом как они могли умереть во время потопа они же и так морские существа и здесь замечательно да вот это вот русалка зеркальцем но у нее есть товарищ русал в виде рыцаря такой вот отважный да в каком-то там шлеме и с мечом или вот такая вот тоже сцена нового ковчега это уже из немецкой библии ксилография и тут тоже мы можем видеть русалку слева справа русала но больше всего мне нравится у них есть домашнее животное собака русал маленькая такая и она их сопровождает ну потому что но они нормальные люди в конце концов просто рыбим хвостами что домашних животных нельзя иметь конечно можно что касается собак русалов то хотела показать вам вот такой вот курьез уже современный это ван флоре в парижском городе ой в парижском городе господи французском городе стоит вот такой вот памятник ему его поставили в 97 году по по моему один из наших режиссер чуть не юрий гримов был инициатором значит установление этого монумента он сначала в москве хотел установить ему сказали нет а жители анфлера сказали давайте очень любимому очень здорово давайте сделаем себе собаку русалку и это такая вот вариация на тему да то что не утопла а вот превратилась такое замечательное существо ну как известно утопленники становятся русалками это в общем то близко к фольклору до традиционному но надо сказать что у этой собачки сложная судьба и в какой-то момент украли пришлось заново отливать значит новую русалку но вот сейчас она там стоит так что если будете в анфлере можно сходить полюбопытствовать и посмотреть нее ну и дальше у нас русалки в живописи могут встречаться просто как вот такие вот изображения стихии до морской и в том числе они могут также указывать на порог потому что вот в этой вот работе мы видим святого николая который изгоняет бурю и тут же изгоняется еще и русалка да и мы можем ее здесь читать как и виновницу бури и как вот такое вот порочное существо которое изгнано святым и уже не представляет опасности для вот этих вот самых моряков но как правило да они начинают просто у нас быть такими вот атрибутами морской стихии да и постепенно чем ближе мы будем с вами приближаться к ренессансу они будут утрачивать вот этот вот свой символический заряд они будут становиться все более безобидными очень часто они будут представлять собой просто какие-то декоративные мотивы и уже не пугать до своими всеми этими свойствами или вот такой вот вариант это рукопись норовоучительная книга шахмат любви это средневековое изложение о виде до его метаморфоз о виде такой вот очень важный автор для средних веков в общем-то они миф все античные знали через него и тут мы можем видеть тоже вот этих вот русалок но немножечко со странными хвостами вот таким вот как будто она собиралась стать гиппокампом но что-то пошло не так и копыта так и не отросли но вот какие-то дополнительные плавнички и здесь с со струнным музыкальным инструментом здесь фактически ну с трубой сказала она вот радостно людей ты тут они являются сопровождающими нептуна что в общем логично но с другой стороны тоже интересно потому что в античности это были тритоны а здесь это уже сирены да насколько уже к 15 веку для них это существа плюс-минус едины и неразличимы но говоря о средневековых русалках мы не можем не вспомнить о таком существе как мелюзина до мелюзина это собственно героиня романа о мелюзине который у нас появляется где-то в конце 13 в 14 веке становится очень популярным да такая вот волшебная аллегорическая средневековая сказка можно сказать в которой у нас есть такой традиционный сюжет что живет богатый да и замечательный господин он встречает прекрасную девушку женится на ней и начинает жить еще лучше но у этой девушки есть большая тайна которую она ему не рассказывает и у мелюзина была одна единственная тайна она говорила что мол по субботам не заходи ко мне в комнату и не смотри чем я занимаюсь она закрывалась и всю субботу она значит проводила своей комнате и ее значит муж который хорошо с ней жил она ему давала много разных толковых советов она в общем-то на царевну лягушку во многом похоже они очень близкие я думаю что роман о мелюзине во многом повлиял на царевну лягушку это вот какие-то отголоски мелюзины и он ее стал ревновать он думал что это на по субботам делает а вдруг она мне изменяет а вдруг она вот что-то нехорошее там творит закрытая в своей комнате и конечно же он подсмотрел чем она там занимается и увидел что у нее рыбий хвост этого очень расстроило и дальше кажется что мелюзина должна была его покинуть после этого потому что он нарушил до ее запрет но она его не покидает она с ним остается вот здесь вот тоже такие изображения где она с ребятенком до в романе о мелюзине заблудилась просто в таких вот в лесу колон и вот там вот как то левитирует между них ну и вот тоже до сцена обнаружения секрета мелюзины что интересно она могла изображаться у нас как сирена да с русалочь хвостом а могла изображаться как дракон наполовину и на самом деле она то была драконом изначально плавин дракон им да но опять же миниатюристы изображали как удобнее и видимо смотрели на тот образец который у них был если была сирена значит изображали как сирену если была какая-то вариативность связана с драконом то как дракона вот здесь вот до В романе о Мелюзине XV-XVI века она изображается как полудракон, крылатое существо. Этот сюжет был очень популярен вплоть до XIX века, но XIX век вообще очень любил все эти куртуазные истории. И в целом очень часто обращался к средневековым каким-то произведениям. И вот здесь Мелюзина у нас уже изображена как прекрасная русалка. Но в итоге, что интересно, Мелюзина все-таки покинула своего супруга, потому что во время какого-то пира они поругались, и он ее обозвал то ли ящерицей, каким-то хорошим словом, указывающим на ее двойственную природу. И уже этого она ему не простила и навсегда покинула его, вылетев из дворца и обернувшись вот таким вот драконом. При этом род Лузиньян считает, что они происходили от Мелюзины, и она была их предком. И, например, замок Лузиньян считается, что он был построен Мелюзиной, и она его хранительница. И вот, например, на этой миниатюре великолепного чистослова герцога Берийского, коему принадлежал вот этот вот самый замок Лузиньян, видите, сверху у нас вот такой вот золотой дракон, и это, в общем-то, Мелюзина, которая охраняет этот самый замок. И Мелюзина в дальнейшем у нас переходит уже в геральдическую историю, становится очень популярной. Мы ее можем очень часто видеть на гербах, и, как правило, она будет изображаться на гербах вот с таким вот двойным, с двойными плавниками, но всегда с короной. И это нам указывает на то, что это Мелюзина, а, например, не Сцилла или не какая-то похотливая сирена, а вполне себе достойная девушка, просто вот такая у нее внешность. Вот такой вот тоже герб, и в центре совсем маленькое, но замечательное изображение Мелюзины. Что интересно, Мелюзину мы с вами не так давно могли наблюдать постоянно. Теперь, к сожалению, уже у нас такой возможности нет. Это такая вот интересная рукопись XVI века, где мы видим внизу вот такую вот гравюрку, тоже геральдическую, с изображением вот этой вот самой замечательной Мелюзины. И вот это вот изображение легло в основу, в общем-то, всем известной кофейной компании. И там изображена не русалка, а изображена именно Мелюзина. И даже первые варианты, это один из первых логотипов, да, он практически полностью повторяет вот эту вот гравюру и заимствован оттуда, потому что идея основателя компании была в том, что кофе привозят на кораблях, да, и опять же она как бы покровительствует этому путешествию кофейных зерен, да, до кофейни, очевидно. И потом эта Мелюзина стала у нас упрощаться, преобразовываться, да, и это, по-моему, самый новейший вот этот вот последний логотип, да, когда мы даже уже толком плавников не видим, но все равно вспоминаем об этом. Так что Мелюзина, да, она нас сопровождала, в общем-то, постоянно, да, и каждый день на вывесках мы могли ее видеть. Теперь давайте посмотрим, что происходило с сиренами дальше, да, в Ренессансе. В Ренессансный период она может продолжать значить все вот эти вот вещи, связанные с пороком, и, например, в аллегории у Пьера Ди Козима мы можем найти внизу, да, вот эту вот самую сирену, которая как-то гребет мимо этого замечательного острова, и очевидно, что она находится внизу, сверху какая-то очень достойная, крылатая, прекрасная женщина, и понятно, что Пьера Ди Козима наделяет вот эту вот самую сирену, конечно же, отрицательной коннотацией, и она олицетворяет собой порок или какое-то недостойное поведение, равно как у Франца Франкина-старшего в аллегории «Государство как корабль». Это была вообще очень популярная концепция в XV-XVI веке «Государство как корабль», да, вот у нас корабль, на котором, конечно, у нас правитель, папа, люди достойные, которые ведут корабль в правильном направлении, которые позволяют обходить на этом корабле все препятствия, и сзади тут мы можем видеть вот таких вот страшных циклопов, ну просто корабль Одиссея, да, и если им правит Одиссей, если им правит церковь, если им правит мудрый монарх, да, то все будет хорошо, и все вот эти вот опасности на корабле удастся обойти, потому что здесь у нас очевидно пещеры, я подозреваю, что это пещеры Сцилы, скорее всего, тут собрали вот вообще все ужасы из Одиссеи, да, которые тоже персонифицируют собой разные несчастья, пороки, в которые тоже может свалиться государство как институция. И внизу у нас находятся вот эти вот русалки, да, которые, конечно же, указывают и на тщеславие, и на порог, который благополучно минует этот корабль, которым руководят такие замечательные прекрасные мужи. Русалок мы встречаем даже и у Дюрера, но это не полностью, да, произведение Дюрера, это произведение, которое было создано большим количеством мастеров, да, тут принимал участие еще и Альбрехт Альдорфер, это такая вот знаменитая триумфальная арка Максимилиана I, огромное составное произведение, и здесь огромное количество сюжетов, но мы должны сосредоточиться на вот этих вот пролетах этой триумфальной арки замечательной, потому что на колоннах у нас повешенные русалки, вот здесь вот изображены, они прикованы цепями, как такие вот узницы, да, одна из них как-то взгрустнула, другая в целом не очень расстроена в сложившейся ситуации, как-то даже загадочно нам улыбается, но мы тоже можем это интерпретировать как такой вот укращенный порог, да, который закован в цепи и который, в общем-то, не может помешать правителю делать его прекрасные дела. И здесь русалки у нас тоже являются вот такой вот аллегорией, да, чего-то дурного, и выступают в той же роли, как и в аллегории государства, как корабля, да, и опять же указывают на то, что Максимилиан I – мудрый правитель, потому что вот этот вот порог им укращён. Но у Дюрера были русалки и просто декоративные. его покровитель, Пергеймер, попросил его сделать эскиз светильника для столовой. И Дюрер радостно набросал вот такое вот изображение сирены совершенно прекрасное, при этом использовав ещё вот такие вот оленья рога. Да, и Пергеймеру очень понравился этот светильник, и такого рода светильник был изготовлен. Как считают исследователи, вот у такого светильника, да, у него есть очень много повторений. И в какой-то момент они стали популярны на территории Германии, потом популярность таких светильников перешла и в другие европейские страны, и они очень часто украшали и парадные залы, и какие-то таверны. И до сих пор на самом деле в Германии можно в каких-нибудь там пабах, да, встретить вот эти вот самые люстры. Вот здесь такая замечательная госпожа, но это, я думаю, вы поняли уже, что это мелюзина, потому что она с двумя плавниками, да, и у неё корона на голове. Или вот такие вот тоже несколько меланхоличная русалка вот с таким вот цветочком. Да, но обязательно тут ещё использовались олени рога, как такой вот важный лось рога, не олени, простите, рога лосей, да, которые были такими вот дополнительными плавниками. И тут мы видим, что постепенно, да, русалки, они становятся уже не опасными хтоническими существами, а становятся такими вот декоративным элементом, который в целом не несёт никакой опасности, а просто украшает, потому что это же прекрасные девы, в конце концов. Интересный образ русалок нам представляется в церкви Санта-Мария де Миракли. Вообще надо сказать, что место, где можно встретить больше всего русалок и морских существ на квадратный метр, это, конечно же, Венеция. Да, Венеция – морская республика, которая, в общем-то, всегда очень любила, да, отсылать к этому своему статусу, и поэтому морских существ мы можем увидеть очень и очень часто. Но интересно присутствие морских существ именно в этой церкви, в церкви Санта-Мария де Миракли, которая, обратите внимание, это очень важный момент, как будто бы вырастает из воды, как будто бы она поднимается из неё, и у нас нет ощущения, что она стоит на земле, да, она действительно вот так вот сплыла из пучины морской каким-то чудесным образом. И внутри, в интерьере, у нас алтарную часть, да, как бы предваряет вот такая вот триумфальная арка, фактически, так, сейчас попробуем, вот, да, вот такая вот триумфальная арка, и эту триумфальную арку украшают пилястры. Нам важно понимать, что это пространство самое священное, оно близко к алтарю, да, и, соответственно, в этом пространстве должны находиться изображения святых, да, изображения какие-то благочестивые, но на нижних частях вот этих вот пилястр мы встречаем вот такую вот кавалькаду из разнообразных морских существ, и, в частности, здесь у нас появляются сирены. И исследователи очень долгое время, в общем-то, ломали голову, как они могли здесь оказаться, потому что, ну, всё-таки в священном сакральном пространстве появляются вот эти вот непонятные существа, да, это как-то странно, потому что, если мы даже будем с вами говорить о средневековых вот этих вот сиренах, да, они ведь находились не в интерьере, они находились на фасадах или они находились во внутренних дворах, но они никогда не украшали интерьер церкви, там места не было, а здесь они появляются. И у следователей закономерный вопрос, а как так вышло? Ну, вряд ли это было просто вот такое вот отдать дань античности, да, потому что как раз на античных саркофагах очень любили изображать вот такие вот процессии морских существ. Были процессии, которые сопровождали Диониса, а были вот эти вот процессии морских существ, которые должны были сопроводить человека в мир иной. Но как будто бы это не могло быть просто, да, вот таким вот омажем античности. И одни исследователи говорили, что здесь, значит, персонификации разных возрастов человека. Но эта теория была разбита в пух и прах, потому что, ну, как-то тут совершенно это не собирается. Последний исследователь говорит о том, что это на самом деле такой очень остроумный омаж скульпторов-архитекторов Витрувию, потому что это напоминает Витрувий, когда говорит о морских форсификациях, он говорит о некой подушке, да, которая поддерживает, собственно, строение, которые у нас находятся над поверхностью воды, да, и если они устраиваются там без какого-то специального фундамента, и, мол, вот эта вот часть нижняя, это как раз вот эта вот самая подушка, о которой говорит Витрувий, а тут, значит, вот эти вот самые замечательные морские существа, как будто бы, да, поднимающиеся над ней из воды. Ну, тоже такая теория, как будто бы немножечко притянутая за уши, но имеющая право на существование, раз она есть, да, в любом случае занятно. И также исследователи говорят о том, что есть здесь пересечение как раз вот этим вот ощущением того, что она поднимается из воды, да, и равна и внутренняя часть церкви как будто бы тоже выходит из пучины морской. Ну, как бы там ни было, очень интересно, что у нас в целом, да, в сакральном пространстве присутствуют эти существа, и они уже достаточно такие вот антикизированные, потому что понятно, что автор опирался на какие-то античные образцы. Ещё очень часто русалок мы встречаем на надгробиях Венеции, и надгробия изобилуют вот этими вот существами. И здесь как раз нам важно вспомнить с вами про сциллу, о которой мы говорили у этрусков, потому что, очевидно, итальянцы ренессансные, конечно, они знали какие-то этруские вещи. Более того, они к тому моменту уже читали Плутарха, уже читали достаточно большое количество античных памятников, знали большое количество античных текстов, которые, в общем-то, объясняли и этих сцилл, да, и их предназначение. И, в частности, Плутарх, комментируя один из мифографов, потому что в одном из мифографов было сказано, что сциллы украшали собой, сциллы и сирены украшали собой веретёна Мойр, которые находились у нас в Аиде, и издавали звук по звуку, да, всего было восемь вот этих вот сцилл и сирен, которые украшали веретено, и вот эти вот восемь звуков создавали гармонический ряд. И при этом в мифографе говорится о том, что этот звук указывал на смерть скорую, да, как бы человека, и в целом был вот таким вот кличем этой самой смерти. Плутарх, в свою очередь, когда это комментирует, говорит о том, а, господи, это было написано в государстве у Аристотеля, в общем-то, про вот это вот веретено. Когда его комментирует Плутарх, он говорит, что нет, они не смерть собой как бы персонифицируют, а они как раз персонифицируют вот эту вот гармонию сфер музыкальную, и они как раз говорят о том, что можно достигнуть бессмертия, да, посредством вот этой вот самой гармонии и гармонического ряда, и в целом они таким образом как будто бы вот эту вот смерть отменяют, да, и уже Плутарх дает такую интерпретацию. Очевидно, итальянцы знали эти тексты, потому что во многих речах, которые произносились на похоронах разных людей, в том числе на похоронах вот этого вот замечательного дожа Андрея Вендромини, как раз было произнесено что-то напоминающее вот эту вот интерпретацию Плутарха. Да, более того, там говорилось о том, что вот он на волнах, да, уходит из этого мира, и эти волны открывают ему свободу, да, как бы какой-то совершенно другой мир. И понятно, что здесь есть очень много отсылок к этой античности, и вдобавок ко всему они, скорее всего, знали вот эту вот эту русскую традицию похоронных урн и заимствуют ее себе. Поэтому в венецианском искусстве все эти морские существа сцилы и сирены переходят в мемориальную архитектуру, в мемориальную скульптуру. И вот сверху, да, у нас это нагробие, которое тоже представляет собой такую вот прекрасную триумфальную арку, украшает изображение Христа, да, вот в таком вот медальоне, которое поддерживается крылатыми существами, которые напоминают нам, конечно, сцил. В первую очередь, потому что этруски изображали сцил крылатыми, да, плюс у них еще появляются дополнительные вот такие вот ножки, как у гиппокампов, но тут эти ножки можно объяснить, их присутствие еще чисто технически, потому что, ну, чтобы они не упали, да, чтобы была дополнительная поддержка, но мы знаем, что в целом Средневековье и последователи средневековых мастеров, они уже могли разнообразные вариации, да, этих морских существ делать, по-разному их скрещивать, разделять и так далее. И тут это могут быть как сцилы, так и сирены, да, но как раз указывающие на то, что они проводники в иной мир, да, и тут очень интересно, что вот эта вот отрицательная коннотация, которая существовала на протяжении многих веков, раз, исчезла, и они уже не такие плохие, и уже в целом они замечательные и прекрасные. Вплоть до того, что, например, у Чимоды Канильяна мы встречаем на его вот такой вот картине исцеления Аняна Святым Марком, видите, на заднем плане у нас там храм, такой тоже антикизированный, с античным фронтоном, и внутри у нас изображена русалка, которая вскармливает детей. И здесь эта русалка – это уже аллегория милосердия, потому что в XIV веке во Франции появляется такой вот текст, который рассказывает о русалке, которая подобрала, значит, человеческого ребенка и вскормила его своим молоком, и тем самым она как бы проявила милосердие, и вот русалка, которая вскармливает своим молоком иногда даже человеческих детей, а иногда таких вот маленьких, да, еще русалов, русалят, она является у нас вот такой вот аллегорией милосердия. Очень интересная ментаборфоза, да, происходит восприятие ее. Но, опять же, Ренессанс как будто бы очень мало внимания уделяет, и все равно русалки, они у нас остаются на периферии большого искусства, и в целом они начинают использоваться как такой вот очень удачный декоративный мотив. Да, вот эти вот прекрасные, у нее здесь плавники изображены в виде таких замечательных, да, как бы венков из листьев, или вот такие вот русалки, которые, конечно, украшают у нас большое количество зданий Венеции, но понятно, что они просто уже декоративный элемент, который указывает на связь Венеции с морем, указывает на то, что Венеция повелительница моря, ну и возможно, что у Венеции на посылках служат в том числе и сирены, ну раз уж она повелительница. Конечно же, они часто начинают украшать уже группы, ну фонтаны, да, потому что они вместо тритонов у нас теперь сопровождают Нептуна, как, например, на фонтане Нептуна работает Жан Балони, да, вот они тут у нас в самом низу, и все это венчает его фигура. И, соответственно, они постепенно, ну это в целом нормальный процесс Ренессанса, когда они, как бы античный образ, да, он начинает совпадать со своим античным содержанием, когда ей уже не придается такого значения, которое было в средних веках, а просто она действительно может быть таким занимательным, декоративным элементом. Вот у Джулио Кловио в Часослове Форнезе такие очаровательные, целующиеся, значит, русалка, у них там какая-то любовь, и понятно, что они представляют собой какие-то декоративные детали. Сани с русалками тоже очень интересно. Тут стоит, да, как бы сказать, что Европа на тот момент переживала малый ледниковый период, зимы были холодные, и сани были даже в Италии, да, и мы можем видеть много вариантов вот этих вот саней, да, это уже XVIII века, такие роскошные ракальные сани, и эта сирена у нас еще держит такую вот корзину с фруктами. Ну и, конечно, они украшали разнообразные диковинки, да, это наутилусы, то, что мы видели, да, наутилусы с тритонами. Здесь вот этот вот замечательный шлюшельфельский корабль у нас поддерживает мелюзина, да, и это вещь XVI века, этот корабль, он у нас тут команда, и он выставлялся на стол, да, он вообще-то был чем-то вроде, он мог быть в качестве солонки, или там могли храниться приборы самого важного господина за столом, да, но это было вот такое вот очень помпезное украшение пиршественного стола. Также они могут у нас присутствовать на доспехах, например, вот на таком вот прекрасном бургеньете работы Филиппа Негроле, вот такая вот русалка, да, украшает шлем, но понятно, что она здесь просто уже декоративный элемент, очень изящный, красивый, и ее плавник становится вот таким вот продолжением орнамента, да, тут же ее сопровождают маленькие такие вот русалы. Ну и много прекрасных вещиц того времени мы встречаем, это уже тритоны, да, но тритон при всем при этом здесь ведет себя как сирена, он смотрится в зеркальце и причесывает свои волосы гребешком, хотя он у нас мужеского пола, но такой, забыть о своей внешности. А вот эта подвеска уже 19 века, которая, очевидно, сделана после, да, вот таких вот ренессансных, да, вещей, вот с такой вот прекрасной, но здесь уже у нас это не тритон, а все-таки сирена, очевидно, что это баршня. Ну и вот такие вот вещи, да, дверные замки с изображениями вот этих вот самых сирен очень часто встречаются, очень красивые и изящные, но, как правило, их сопровождают еще и тритоны. Клавесин невероятный 17 века, и здесь вот на ножке, да, у нас выседает мелюзина, такая вот уже знакомая нам популярная барышня. И вот такие вот вещи в палаце Николача. Это у нас Неаполь, но это, конечно, важно, почему у нас в Неаполе могут встречаться эти самые сирены, потому что, напоминаю, останки одной из сирен были найдены в Неаполе, много еще где были найдены, их побросало там по побережью Италии, конечно, серьезно так. Но вот эта вот отсылка здесь будет важная, но, опять же, они здесь просто декоративные вот такие вот детали, плюс, обратите внимание, они здесь еще и крылатые. Вот такая вот прекрасная ваза с тюльпанами, тоже украшенная изображением сирены и Нептуна, которое тут происходит, кранование Нептуна с сиреной, очень интересное. И просто вот такие вот вещи, которые мы встречаем в Голландии 17 века, замечательные изразцы, которые просто у нас украшали стены, но они не просто украшали стены, они защищали стены от сырости на самом деле. И тут тоже очень много изображений русалок, но понятно, почему голландцы их так любят, потому что Голландия – это тоже морская держава. И мы часто их можем встретить, ну и тоже в паре с какими-нибудь тритонами. Вот, господи, где мышка? Или уже какие-то самостоятельные, тоже смотрящиеся в зеркало. При этом мы видим, что способы изображения, в целом устоявшиеся со средних веков, сильно не меняются, но меняется значение. Вот у Питера Паули Рубенса «Прибытие Марии Медичи в Марсель». И понятно, что здесь вот эти вот самые сирены персонифицируют собой водную стихию, которая подчиняется, конечно же, Марии Медичи в том числе, и радостно ее встречает Марселе. И тут у нас не только сирены, у нас здесь и Нептун, и Океан, и Тритон, в общем-то, вся вот эта вот морская братья. Сирены, обратите внимание, превращаются в… Ну, у них хвосты только с коленок начинаются, а бедра вполне себе еще человеческие, но тем самым они, очевидно, представляются привлекательнее. Таким же образом изображает сирену Джон Сиглтон Копли. У нее плавники где-то от коленок начинают отрастать, а все остальное вполне себе прекрасное женское тело. Манеризм очень часто обращается к теме даже не столько русалок, сколько подводного царства. Я хотела вам просто показать, где бы могли обитать русалки на поверхности Земли, потому что, конечно, манеризм любит вот такую вот причудливые формы, они любят что-то очень странное и фантастическое, а, конечно же, вот этот вот морской подводный мир, он, безусловно, у нас элемент чего-то чудесного. И в XVI веке становятся очень популярны вот такие вот садовые гроты и нимфеи, которые как раз у нас указывают на вот это вот морское царство. И замечательный вот такой вот в садах Бобыля, я бы даже сказала, это не совсем нимфей, а это вот такой вот павильон, который напоминает нам подводное царство, которое как будто бы просло все каким-то мхом или какими-то водорослями, и они как сталактиты такие вот свисают со стен. И, конечно, вот таких вот игрушек в искусстве XVI века мы встречаем очень много. При этом во всех этих нимфеях мы не встречаем, конечно, изображение сирен. Мы встречаем там изображение нимф, изображение Аполлона. Здесь вот в вилле Висконти Бромеолита у нас Меркурий, да, там в центре. Но, как правило, тут у нас появляются античные божества, но все равно есть отсылка, да, к вот этому вот морскому царству. Уплоть до того, что в том же XVI веке, и потом в XVIII и XIX будет популярна вот такая вот мебель, а-ля подводное царство в виде каких-то раковин, в виде каких-то замечательных, там, не знаю, тоже морских существ. И впервые у нас в ракальный период начинают появляться вот такие вот предметы интерьера, и популярны они были, например, в начале XX века очень. Вот кресло-качалка мне особенно здесь нравится, потому что тут, кстати, могли быть сирены вполне себе. Здесь, да, как ножки этой кресло-качалки, но здесь просто какие-то рыбки. И, в общем-то, да, эта морская тематика всех увлекает, завлекает, и всем она очень мила и симпатична. Да давайте немножечко поговорим и о нас, потому что и у нас есть с вами нечто отсылающее к морской стихии, и нечто отсылающее нас к вот этим вот прекрасным морским девам. в павильоне-гроте в усадьбе Шереметьевых-Кусковых, да, он тоже является вот такой вот удивительной игрушкой XVIII века, потому что внутри этот грот полностью отделан раковинами. Да, это, конечно, совершенно невероятная работа, и в целом XVIII век он очень любит вот такие вот диковинки, странноватые, необычные, которые поражают, удивляют, и при этом показывают и богатство заказчика, и его вкус, и это действительно нечто необычное. И помимо того, что сам грот, да, хотя внешне он совершенно у нас не напоминает, да, что-то, что ассоциировалось бы с морским царством, хотя внутренне его интерьер вполне себе на это указывает. И здесь же в гроте у нас находились две деревянные скульптуры сирен, но сохранилась только одна, да, это XVIII века, такая вот сирена. И можно сказать, что сирены приходят в Россию в XVIII веке, да, именно вот такие, с хвостом, как у рыбы. Даже вот в этой вот замечательной такой лубковой вещи тут подписаны морские сирены, но это лубок, очевидно, с какой-то западноевропейской гравюры, да, и тут у нас, значит, сирена, её спутник мужчина, и там на заднем плане корабль, да, это уже конец XIX века. И это вообще очень интересно, что вот такие вот западноевропейские русалки, да, морские девы, они у нас появляются где-то в конце XVIII, как я уже сказала, века, и становятся популярными уже в XIX веке, в эпоху романтизма. Но, конечно, они становятся популярными в первую очередь в литературе. Тут можно вспомнить и Пушкина «Русалку», и Ундину Жуковского, и Арест Сомов тоже писал о «Русалке», у него есть такая вот работа. И понятно, что они вдохновляются европейскими романтиками и стараются создать вот такой вот образ прекрасной девушки, которая, в общем-то, потерпела трагедию, да, потому что там предательство любимого или невозможность любви и так далее. Ну, такое вот как бы романтическое развитие событий. Но до того в славянской мифологии, да, русалки вообще-то были девушки, как правило, умершие насильственной смертью или же утопленницы. Более того, русалками могли стать не только утопленницы, а, например, девушки, которые умерли до вступления в брак, то есть они не выполнили жизненной программы вступления в брак, рождения ребёнка. И, соответственно, их жизнь, да, она как бы вот такая вот фрагментированная, и поэтому они уходят вот в такое вот непонятное, да, как бы пространство между миром живых и миром мёртвых. И, как правило, русалки, да, это молодые девушки с длинными распущенными волосами, но без каких-либо хвостов. Причём русалки, они могли обитать как у водоёмов, но также они могли перемещаться, в общем-то, по земле, потому что у них были ноги. И существовали русальи недели. Как правило, перед Троицей есть русальи недели, когда, значит, они выходили на поверхность, греться в лучах луны, потому что для них луна – это солнце. И, помимо прочего, ещё заманивали смертных и, в общем-то, могли причинить им много неприятностей, да, потому что они убивали мужчин как-то. При этом, что тоже интересно, ну и не только мужчин, женщин, да, как-то заманивали и делали с ним всякие нехорошие вещи. Но тут тоже очень интересный момент, что русалки в славянской мифологии не являются вот такими вот фамфаталь, как это было у нас на Западе. То есть это просто существа, которым абсолютно всё равно мужчина, женщина, им всё равно, кого завлекать. Они как будто бы отчасти ещё и мстят, да, в общем-то, вот этому миру живых за то, что с ними произошло. И в этом плане у них нету и вот этого вот эротического подтекста, совершенно изначально, да, хотя они прекрасные девы, их стоит опасаться, но тем не менее. А дальше уже с приходом вот этого вот романтического восприятия сначала русалка начинает восприниматься как такая вот несчастная девушка, и зачастую эта девушка становится героиней, как у Жуковского, да, в Ундине она действительно несчастна, но любовь, да, во многом и её преданность вот этому своему любовному чувству она её возвышает и, ну, скажем так, ну, Жуковский вообще вкладывает в неё такие вот очень христианские, да, как бы мотивы. А с другой стороны, это может быть девушка отвергнутая, которая умерла из-за какого-то юноши, и дальше она ему мстит, да, то есть тут появляются у нас две линии, но всё это завязано в первую очередь на какой-то любовной истории, да, и это всегда трагедия, это всегда драма, но романтизм это всё любит. И понятное дело, что это всё у нас происходит под влиянием литературы западноевропейской и в том числе влияние каких-то текстов западноевропейских и баллад, потому что там, понятно, русалкам тоже было много чего посвящено. Вот, например, ещё вот такие вот русалки высходят из воды Перетроицы как раз на Русалии недели у Маковского, но Маковский уже тут вкладывает, конечно, интенции такие, ну, очень эротизированные у него эти русалки прекрасные. Понятно, что определённый заказчик так захотел, или бы было много покупателей на такую вещь, потому что почему бы не полюбоваться на прекрасных женщин. И тоже мы видим вот такое вот постепенное смещение. Но прежде чем дальше углубиться в это смещение от такой вот трагической героини романтизма к просто прекрасной соблазнительной деве, надо нам упомянуть о фараонках. Потому что вот кто был похож на сирен, на этих морских дев западноевропейских, это были фараонки. Кто такие фараонки? Это войско фараона, которое утопло в Красном море после того, как Моисей с другими евреями его перешёл, и оно их затопило. И вот они превратились вот в таких вот существ. И пришли в русский фольклор, и вот такими вот фараонками очень часто украшали дома. И сохранилось много наличников, да и вообще много вот такой вот прекрасной, особенно северной резьбы, с вот этими вот самыми фараонками. Они тут у нас являются таким вот, конечно, исключительно декоративным мотивом. Не напоминают они нисколько войск фараонов, но вот этот в мундирчике, такой вполне себе военный. А вот эти вот фараонки, они, конечно, во многом у нас заимствуют вот этим вот самым западноевропейским сиреном. И, скорее всего, изображения западноевропейские на них повлияли. Но важно, что в народе они осмыслялись просто по-другому, да, и назывались они иначе. Но как раз вот то, что мы могли бы назвать как бы, ну, вот этими вот самыми морскими девами, это фараонки, а не русалки. Да, ну и фараонки, опять же, они как-то с морем связаны. Всё-таки русалки, они связаны с такими, с пресными водоёмами, да, но тем не менее. Ну и вот романтические, да, варианты. Русалок, конечно, ну, Пушкина русалка уже предстаёт как тоже вот такая вот некая фамфаталь, да, которая увлекает этого несчастного отшельника, который вообще-то уже помирать собрался, да, и в итоге его, ну, он правда собрался помирать, он себе могилу там уже выкопал, а она там сидела, его соблазняла, и он влюбился, да. И при этом русалка это делала, ну, прямо она хотела его полностью завлечь, да, и полностью, скажем так, растлить на старости лет. Но тут понятно, что Пушкин вкладывает идею несвоевременности этого чувства, да, которое настигает этого самого отшельника, но вот уже у Пушкина, да, и дальше у романтиков мы будем видеть, что русалка превращается в такую вот роковую женщину, соблазнительницу, да, которая, с одной стороны, невероятно привлекательна, при этом она очень опасна, потому что всё-таки вот такая вот идея русалки как барышни, которая жертвует собой, как, например, у Ганса Христиана Андерсона, да, она, в общем-то, долго не продержится, потому что всегда будет привлекать вот этот вот мотив опасности её, и, конечно же, вот эта вот идея пограничности, потому что она принадлежит двум мирам, да, с одной стороны, но человеческий мир её не принимает, и для человеческого мира она всегда будет вот этим вот другим с большой буквы, то есть тут всегда есть вот этот вот момент отчуждения, и с одной стороны, как будто бы возможности сближения с этой самой русалкой, но опасности её и недоступности, и всё равно, да, как бы в итоге невозможности быть с ней. Вот такие вот тоже замечательные русалки, но это скорее такая вот задумчивая, да, работа, уже близкая по какому-то своему, не знаю, внутреннему ощущению к какому-то символизму, да, потому что мы должны как бы размышлять над этой русалкой, но она представляется как вот такая вот задумчивая меланхоличная барышня, которая изображает собой полдень, но полдень, надо сказать, какой-то достаточно сумрачный, как будто бы это лунный полдень, как раз она вышла погреться под луной, вот у неё русалочий полдень, а для человека всё-таки темновато. Или вот такая вот интересная вещь, Элизабет Ирихау-Бауман, это датская художница, малоизвестная, и, как считают следователи, она отчасти здесь, это изображение автопортретное, да, и понятно, что некоторые женщины, ну мы вообще с вами редко до начала 20 века встречаемся с женщинами-художницами, да, и тут очень интересно, что женщина-художница для того, чтобы изобразить себя, выбирает вот этот вот самый образ русалки, да, и идентифицирует себя с ней, но, конечно, у женщины-художницы здесь не вкладывается вот эта вот идея как бы эротической и любовной, и для неё русалка, скорее всего, представляет какую-то свободу и стихию, и может быть действительно какое-то ощущение инаковости, да, но опять же тут можно наинтерпретировать много всего, но не будем думать за художницу, да, просто интересный момент, что именно женщина выбирает этот образ, потому что обычно русалок, конечно же, пишут мужчины, и мужчины-то всегда очень прекрасные, соблазнительные девы, да, с идеальным торсом, с прекрасными личиками, вот у Репина, да, в садков-подводном царстве мы обнаруживаем вот такую вот замечательную сирену, немножечко такого восточного она типа. Конечно же, иллюстрации к русалочке, но здесь у нас русалочка полностью, да, как бы вбирает вот этот вот тип изображения сирены, и мы уже видим, что вот, когда у нас литература XIX века стала иллюстрироваться, и когда вот этих вот персонажей морских, как бы они ни назывались, да, там, ундинами и прочими начинают изображать, как сирен, то всё за морскими девами прочно закрепляется вот это вот отношение, и более того, у нас в нашей культуре, да, это закрепляется за русалками, потому что начинают иллюстрироваться, как бы, тексты тех же авторов, да, наших русских, вот такими вот изображениями, опирающимися на европейскую традицию морских дев. И таким образом у нас русалки, да, как бы с одной стороны могут быть славянскими русалками с ногами, а могут быть вот этими вот морскими девами или сиренами, да, которые приняты в западноевропейской традиции. Хотя по-хорошему, ну, неправильно их называть русалками, да, их, вернее, было бы, конечно, называть морскими девами. Но уже есть андерсоновская русалочка, поэтому всё, мы никуда не денемся. Они русалки. Вот такие вот морские девы у Томаса Бромли Блэклока, и тоже удивительно, что девочка, да, засматривается на этих вот русалок, которые, ну, как будто бы её очень привлекают, возможно, ей бы хотелось ими стать, но какая девочка не мечтала стать русалкой. Лет в пять все, наверное, это пережили. И уже, конечно, символизм усиливает вот такое вот ощущение тревожности от этих русалок, потому что у Арнольда Мёклина игра нериид, причём эти нерииды изображены как сирены, да, морские девы, и у Бёклина они вообще-то не выглядят какими-то прекрасными существами. Хотя обычно мы встречаем нериид тоже вот такими вот прекрасными обнажёнными барышнями, на которые, ну, конечно, должны любоваться зрители, да, восхищаться их прекрасными телами. У Арнольда Бёклина это, конечно, вещь достаточно тревожная, потому что мы видим вот эту вот забаву, но понимаем, что это забава для человека, например, двуногого, других не бывает, для человека, это забава достаточно опасная. И если он будет в неё вовлечён, то живым он, очевидно, из неё не выйдет, да. И здесь они действительно персонифицируют собой как будто бы вот тоже такую морскую стихию, как будто бы игра этих нериид как раз приводит к шторму, да, и к гибели людей, хотя они просто развлекаются и весело проводят время. И у того же Арнольда Бёклина вот такая вот сирена, достаточно опасная. И тут ещё, посмотрите, внизу такой вот странноватый как бы у неё, то ли это её, ну, это можно воспринять как её такое вот странноватое, да, как будто бы карточное отражение, но как будто бы это какая-то мужская фигура, тоже с хвостом, да, как бы рыбьим, но похоже вообще-то на утопленник, он выглядит не очень живым, да, в отличие от вот этой сирены, которая возвышается над ним, ну и как будто бы здесь произошло убийство, честно говоря, и тоже она представляется существом достаточно опасным. Но вообще конец 19-го, начало 20-го века, оно цепляется вот за этот образ опасной женщины, да, то, что женщина бесконечно привлекательна и бесконечно опасна, то, что она может себя погубить, уничтожить, разрушить, и при этом будет выглядеть совершенно невинно, да, и, конечно же, всё равно мужчина будет к ней стремиться, влюбляться в неё и так далее. И вот эта вот идея, начиная где-то со второй половины 19-го века, да, по мере того, как у нас ходит романтизм на нет, она начинает в искусство транслироваться через вот эти образы русалок. Интересно у Уильяма Уотерхауса работы «Гиллос и нимфы», но как бы особенность при Рафаэлите вообще заключается в том, что у них даже античные мифы, они напоминают какой-то, на самом деле, кельтский фольклор всегда визуально, и вот его нимфы тоже, конечно, похоже на вот этих вот девушек-утопленниц, да, прекрасных морских дев, ну или на сирен, которые этого несчастного Гиллоса сейчас под воду-то и утащат, и ничего хорошего не предвещает, ему это встреча. И у того же Уотерхауса сирена, но в данном случае Уотерхаус уже опирается на поэзию своего времени, то есть, с одной стороны, он, конечно, помнит вот эту вот историю о сиренах у Одиссея, да, и то, что они своим прекрасным пением уничтожали моряков, да, скорее корабли, потому что, напомню, что Одиссея и сирена, они не приближаются к морякам, они просто сидят у себя на острове и поют, они моряков не трогают, да, но здесь он опирается, с одной стороны, на мифологию, с другой стороны, он опирается на современную ему поэзию, да, которая как-то переинтерпретирует этот миф, и снова у него сирена, да, вот такая вот прекрасная дева на этой картине, она абсолютно одинокая, да, и тут тоже появляется вот эта вот тема отчужденности, тема одиночества вот этой вот самой русалки, она, конечно, будет очень важна, и здесь сирена как вот такая вот уже опасная, да, барышня прекрасная с вот этой вот лирой, и, очевидно, юноша, который, ну, вряд ли он спасется, судя по всему, тоже ничего хорошего эта встреча ему не предвещает, хотя видно, что он очарован её красотой и её пением. Ну и вот такие вот вещи, одиссеи, сирены, и здесь одни сирены почему-то уже с ножками, одна сирена без ножек, а выглядит, да, вполне себе привычным образом, и разнообразные вот эти вот все вариации на эту тему, вплоть до Эдварда Мунка, но у Эдварда Мунка русалка уже представляет собой персонажа драматического, да, и здесь она уже не вот эта вот фамфаталь, да, а это просто вот это вот существо, зависшее как будто бы между двумя мирами, и которое желает принадлежать миру человеческому, но не имеет этой возможности. Ну, и Мунка вообще в его работах очень отчётливо чувствуется вот это вот ощущение одиночества, да, ощущение какой-то инаковости и отстранённости от всего остального мира, да, ощущение того, что он себя не принимает, и здесь с помощью вот этого образа русалки он смог это передать, да, потому что она действительно нас отсылает вот к такому вот миру ощущению в том числе. И опять же мы можем удивиться, как много заложено в этом образе, и как много разных смыслов, в зависимости от того, что нам близко, мы можем вытащить из этого существа. Ну, и, конечно, русалки у нас продолжают встречаться в архитектуре, но в качестве декоративных элементов. Да, например, на здании строительного общества Лидса вот такая вот сирена с тритоном, которые вобрали в себя функцию атлантов. В Петербурге на здании страхового акционерного общества русский лоид, да, тоже вот такие вот барышни, которые, ну, не совсем понятно, в кого они там превращаются, да, но, конечно, вот эта вот консоль, она больше нам напоминает какой-то вот этот самый русалочий хвост. В XX веке, да, у Марка Шагала есть целая серия, посвященная русалкам, но понятно, что Марк Шагал создает свой собственный мир, да, со своей собственной мифологией, со своими собственными смыслами и отсылками, но у него русалка – это, несомненно, персонаж очень нежный, да, и в ней нету никакой опасности, она ассоциируется с ощущением, да, вот такой вот чистой возвышенной любви в первую очередь, и тоже мы видим, как уже XX век, да, он как бы начинает отступать от вот этой вот идеи русалки как фам-фаталь, да, как существа какого-то опасного. Ну, а дальше, конечно же, у нас огромное влияние на восприятие этого образа, оказывает массовая культура, ну и, в частности, конечно, диснеевский фильм «Русалочка» 89-го года, да, где, конечно же, сказку Андерсона сделали с таким вот хэппи-эндом радостным, да, и, соответственно, идея вот этой вот романтической идеи жертвенности, да, абсолютной, здесь у нас несколько смягчена, да, и сведена к чему-то более счастливому и упрощенному, но это в какой-то момент открывает для уже современного человека тоже новое восприятие этого образа, потому что, по-моему, в прошлом году вышла вот эта вот русалочка, да, новая, которая наделала массу, значит, скандалов, потому что она чернокожая, хотя, в общем-то, ну, действительно, какая разница, ну, то есть она в целом несуществующее существо, почему вас так задевает, что она чернокожая, она же, ну, она, в принципе, не бывает ее в жизни нашей, но при этом тут тоже важно понимать, что современная, как бы, интерпретация русалки показывает девушке, как бы, возможность выбора, и то, что русалка во многом является тем персонажем, который говорит о свободе быть собой, о свободе делать собственный выбор, и о свободе, возможно, не бояться каких-то своих странностей, да, не бояться того, что ты иной, и то, что при этой своей инаковости ты можешь быть и принят, ты можешь быть услышан, и то, что ее не надо, скажем так, бояться, чураться ее, и это как раз на самом деле придает себе огромную силу. Вот, например, был такой спектакль по книге Лина Марлина, как раз про девочку-русалку, которая, соответственно, захотела стать, заниматься музыкой, да, и то, что она вот смогла это делать, тут тоже затрагиваются вот эти вот темы возможности выбора, и, конечно, русалка уже в современном мире, она проникнута во многом идеями феминистическими, да, которые говорят о свободе, и, что очень важно, из нее абсолютно уходит практически вот этот вот эротический контекст, да, контекст вот этой вот опасной женщины, привлекательной, но только как объекта желания мужчины, да, достаточно опасного, и тут действительно у нас выходит как бы личность, и это очень интересная трансформация, да, потому что мы с вами видели, ну и вот этот вот Мермейд Корр, да, который был порожден вообще интересом к этой теме, да, вот эти вот все блестящие одежды, жемчужины, но все это тоже говорит с одной стороны об образе вот этом вот утонченном и легком, но как о возможности тоже какого-то самовыражения, да, и трансляции своего внутреннего мира через вот этот вот образ русалки, потому что, да, там кому-то он близок, поэтому вот им вся эта эстетика очень нравится, и это, конечно, очень интересно, потому что мы с вами проследили, как в целом у нас менялся вот этот вот образ и восприятие этих морских существ, да, начиная от античности, где у них даже не было какого-то внятного облика, и никто нам не рассказывал, как они выглядят, через средние века, когда они воспринимались как такое вот вместилище пороков, вообще всех возможных пороков, причем обратить внимание пороков, которыми страдали обычно женщины для средневекового человека, это желание себя приукрашивать, и это похотливость, потому что считал, что женщина, похотливый мужчина, то очень сломудренные, просто их женщины с пути сбивают, да, и как это постепенно начало деформироваться в образ, с одной стороны, положительной в Ренессансе и уходящей в всю большую нейтральность, при этом в XIX веке, да, со всплеском вот такого вот интереса к некоторой драме опасности, но в итоге, да, в современном мире, действительно, это образ, в который мы можем вложить очень большое количество смыслов, и, наверное, это тот образ, который дает тому человеку, который его выбирает, какое-то ощущение внутренней свободы, и эта инаковость уже не пугает и разрушает, как будто бы вот эту вот отчужденность, да, и дает возможность какого-то гармоничного существования с собой и с окружающим миром, вот, ну а что будет с русалками дальше, мы, конечно, будем следить, вот, так что спасибо вам большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok